Друзья, всем привет! Сегодня у нас 9 августа, 2024 год, и мы решили прогуляться с дочкой по садоводству. Это не наше садоводство, это соседнее. Но всегда интересно посмотреть, что творится у соседей, как у них всё обустроено. Можно подсмотреть для себя какие-то идейки, за кем-то повторить. В общем, берём вас с собой, будем гулять. Сегодня у нас, конечно, не очень такая погода, пасмурно. Солнце немножко, конечно, светило, выглядывало, но сейчас уже всё скрылось. Посмотрите, у людей-ка лилия красивая растёт. Красоточка, да. А здесь у людей две огромные, точнее, нет, не две, а одна ёлка и одна сосна. Ну, кто-то даже идёт сюда к нам. Ну, мы людей не будем снимать, не будем показывать, потому что не всем нравится, когда их снимают. Вот, здесь, похоже, что-то снесли. Тут был домик, его убрали. Видимо, кто-то этот участок купил. Кстати, следующая улица, она уже большая, широкая. По ней можно ездить на машинах. Ну, здесь тоже ездят на машинах, но она как бы такая садоводческая. Вот этот домик очень ухоженный, красивый. Красивая тут вот галечка отсыпана щебёночкой, брусчатка. Кого-то забор высокий, не хотят, чтобы к ним заглядывали. Здесь новый забор. Вот этот участок в прошлом году продавали. За 650 тысяч у нас продают такие участки. Он, по-моему, 6 или 8 соток. Вот такой достаточно немаленький. Вот, видимо, его нынче купили, видите, сделали заборчик. Облагораживают. А вот этот участок очень давно, кстати, продают. Здесь уже, видите, всё там давно заросло. Но, видимо, выставили такую цену, что люди просто не готовы за такую стоимость покупать. На самом деле, здесь очень хорошее место расположения. Уютные сады, ухоженные. Тут люди не забрасывают сады, так как вот в тех местах, где далеко от города. Но, конечно, минус в том, что участок небольшой. В основном все участки небольшие. И это, конечно, минус. И сильно большую стоимость из этого не поставишь на участок. Ну, а кто это делает, те, видите, продают просто годами. Красивый какой барбарис. Мне очень нравится вот такой барбарис Тунберга. Он прям с такими красными листьями. А вот это бузульник, как у меня, такой же. Красавчик. С малиновыми листьями. Люди вот ухаживают за своими наслаждениями. Вот, сейчас идем и рассуждаем о том, что вот когда гуляешь по этим нашим улочкам садоводческим, кажется, что ты оказался в деревне. Ну, тут правда какая-то деревня в городе, потому что сады находятся на самом деле в городе практически. И здесь, как бы, когда сюда заходишь, тут прям такое ощущение резко, что ты прям быстро так в деревню попал. Хотя от города даже отъехать не успели мы. Вот у кого-то тут тысячелистник розовый, заросли растут. Золотарник. Кстати, напишите в комментариях, как у вас называют вот этот цветочек. Я его называю золотарник. Вот, но кто-то почему-то называет его мимоза. В общем, поделитесь, как у вас его называют. Видимо, везде по-разному. Вот, смотрите, какая интересная травка красивая. Вот такая простая-простая, но очень-очень милая травка. Видите, какие цветочки малюсенькие. Вот, видите, улица, все, дом подписан. Даже 29А, видимо, 29 это сам дом. Видимо, зарегистрированный дом. Поставлен на учет, на кадастровый. Вот, и, видимо, хозблок с литерой А. Вот, и клематис у людей очень красивый. Ой, там тоже бабуля какая-то занимается в огороде. Не будем ее смущать. Голубая ель у нее очень красивая. Орешник. Да, с моим орешником, конечно, он не сравнится. У меня он просто гигантский уже. Вот, ну и вот эта колючка, которая вырастает иногда на огороде у нас. У меня тоже она как-то раз выросла. Мне даже она сначала нравилась, я ее оставила, а потом не знала, как ее выдернуть, потому что она с очень острыми, на самом деле, колючками растет. Вот такая небольшая здесь улочка. Здесь такая площадка, видите, доска объявлений. Здесь проходит собрание садоводов. Все серьезно, не по-детски. Вот, очень уютно нравится мне это садоводство. Люди здесь прям стараются, ухаживают за своими участками. Обычно у них еще вот здесь покошено, нынче почему-то не покосили. Ну вот, такая небольшая прогулка у нас с вами получилась. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой Дзен-канал, потому что YouTube хотят, как вы знаете, закрыть. Ну и чтобы нам с вами не потеряться, заходите на Дзен и подписывайтесь там. Надеюсь, что Дзен не закроют. Также у меня есть Telegram-канал, там у нас общения в режиме онлайн. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. До скорых встреч.